всем привет готовы сегодня отправиться в акварельное путешествие сегодня я вместе с вами буду писать красивые знаменитые скалы это расскажу вам о воздушной перспективе о том как какие цвета друг другом сочетаются какие моменты лучше подчеркнуть немножко усилить в работе а какие наоборот немного нивелировать вот рады что вы присоединяетесь ко мне вот еще раз всем привет и сейчас немножечко поговорим какие вам нужны для этого материалы и так проверьте что у вас в наличии есть карандашик ластик краски акварельный которым будете рисовать стакан воды палитра и кисточки подходящие для вашего формата закрепляем телефон я пальцем в кадр попала супер итак все меня слышно так все слышно значит хорошо мы с вами начнем с разметки берем карандашик ластик и легонечко ваш листик поделите аккуратненько сильно не давя пополам по горизонтали и по вертикали сильно не давите чтобы теле нелегко убрать это небольшая задача чтобы найти центр композиции а молодцы начнем с разметки скал первое что вас попрошу вот вы разделили пополам по горизонтальной разделе пополам по вертикали подняться чуть выше приблизительно до центра верхней половинки отсюда вот начинается наши скалы линию слишком ровным и делать не будем чуть чуть можно приподняться вверх в левую сторону и пойти на правую половину чуть-чуть заходя за вертикальную линию опускаемся горизонтальный и так вот вы провели линию наметили верхнюю часть ставим теперь на воду касаемся горизонтальной оси идем вдоль тянем в левую сторону обратно примерно до середины и здесь у нас пойдет передний план скалы хребтом будут заворачиваться на нас как бы пойдет перспектива и и мы потихонечку ее выстраиваем у нас здесь первый такой выступ заворачиваем его немножко и его перекрывает еще один из тоже чуть-чуть можно его завернуть концу вашего листочка уточняем линии лишние можно сразу убрать чтобы они не мешали на совсем идеальный применим тоже делать не будем это природа эта вещь не созданная человеком она вся имеет искривление поэтому чем такая более кривенькая будет тем более будет естественно это углубление ямочки то же самое на 2 это на ушла туда в сторону некий там трещинки надломы и опускается вниз далее отрисовываем передний план тоже совсем прямой мы линии оставлять не будем чуть-чуть и и заворачиваем там можно немножечко ее тоже ступенькой надломать продлить следующую и вот тут самому концу у нас должно быть отверстие проход в скале намечаем такой арочкой закругляем тоже здесь в конце чуть-чуть вверх слегка приподнимаемся и смотрите уголочек вот это нужен нам завершить он немножечко там надламывается опускается вниз и рядом есть еще небольшое продолжение лишние линии сразу немножечко убираем чтобы они не отвлекали вас так как у нас наверху растет трава мы ее сразу немножечко обозначаем нейронным краем вдалеке это вот узкое пространство на нас это пространство будет расширяться потихонечку идем на расширение вот к первой ступеньке на ней растет трава отступ и далее еще опускаемся на следующую смотрите здесь есть такой небольшой спуск нам нужно его обозначить мы сначала отсечем ту часть скалы которая вертикальная каменистая небольшими тоже ее искривлениями тянем здесь у нас трещина обозначаем ее можно сразу чуть-чуть заштриховать чтобы помнили что это место у нас впадинка она будет темненькая далее мы поднимаемся вверх намечаем еще одну поменьше такой кусочек небольшой и смотрите вот эти линии не прямыми а небольшими изгибами тянем вот эта часть соединяется одна за другой и расстояние между ними будет против света тоже затемнение у соседней то же самое как бы солнышко светит у нас сбоку поэтому сюда свет не попадает здесь тоже будет затемнение так так лучше не мешает больше комментарии вот надеюсь что вам стало лучше видно и немножко приподняла листок вот комментарии отключить не могу вдруг у кого-то будут вопросы а я не смогу на них ответить итак возвращаясь к вопросу вот здесь затемнение у нас затемнение затемнение как бы чтобы было ощущение загиба всех наших трещин вот тут маленький кусочек тоже затемнение там тень будет будет и мы намечаем теперь песок опускаемся на нижнюю часть и смотрите вот здесь от скалы начинаем очень узенько вдоль доходим до первого нашего изгиба и начинаем заворачивать на себя линия тоже не должна быть ровной и немножечко ее искривляйте на песке от того что вода оставляет следы можно наметить линиями небольшие бугарки на пляже такие на твой и смотрите так как у нас сквозь дырку идет свет тень будет у нас уже не друг другу как бы тень пойдет в эту сторону и тень пойдет в эту сторону получится как бы зеркальное отражение арочка еще одна все лишние линии мы убираем чтобы они не отвлекали вас убираем все оси все и все и и все 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 и и и все все и куда И вдалеке, ближе к самому верху добавляем линию горизонта, где у нас вода соединяется с небом. Линию это делайте сверленькой. Линию это делайте сверленькой. Итак, у нас получилась зарисовочка. Мы с вами уже наметили скалу. Линию обозначили ту часть, которая у нас вертикальная, каменистая. Та часть, которая горизонтальная, где трава растет. Песок. И оставившееся пространство это будет вода и небо. Все лишние линии, еще раз повторяюсь, мы убираем. Оставляем только набросок, карандашик с ласиком, откладываем в сторонку. И берем самую большую кисточку, которая у вас есть. Начинаем ей смачивать наш листочек. Обмакнули кисточку, начинаем смачивать лист. Мы будем мочить в данном случае только небо и воду. Остальное пока не трогаем. Чистой водой смачиваем небо. Аккуратненько проходим по краям. Не спеша обводим скалу. Не забываем про дырочку внутри, ее тоже нужно намочить. Это вода. Дотрагиваемся до песка. И смачиваем всю область воды. Еще раз хорошенечко проходим так, чтобы равномерно все было. Если у вас там вдруг от кисточки или катушки остались от стерки, прилипли к воде, не пытайтесь их сковырнуть пальцем. При высыхании они сами у вас потом отвалятся. Вы их аккуратненько уберете позже, чтобы не повредить сейчас заливку. Для неба нам нужен голубой оттенок. Его можно добиться двумя способами. Простой. Это взять голубой цвет. Какой-нибудь светленький-голубенький. Более сложный это взять синий, но его сделать очень-очень светлым. Смотрите на свои возможности, какая у вас краска есть. К примеру, если вы берете синий, выбираете синий и его делаете очень-очень бледным, чтобы небо было светлое. Либо берете голубую краску, которая у вас есть, и работаете с ней. Цвета получаются похожи. Сильно не темним, у нас не ночь, у нас дневное состояние. Проходимся по верху. По верху листочка. Помню, что лис у вас мокрый, поэтому границы получаются такими нечеткими, как нам и нужно. И этим же цветом от линии горизонта мы начинаем работать в воде, полностью ее покрывая. Движение кисточки желательно делать горизонтальной, либо, как я, смотрите, я сначала закладываю вертикально, но завершаю всегда горизонтальным движением по плоскости. Потом можем мы немножечко добавить легкого закатного состояния. Выбираем какой-нибудь розовенький или красненький цвет, который у вас есть. Только смотрите, вот ближе к оранжевому красный цвет будет немного с примесью желтого пигмента, поэтому синим он не даст красивое сочетание. Берите который подальше, даже можно бордовую гамму зайти, эти оттенки будут точно с холодным добавлением, и они синим дадут более красивое сочетание легкой сиреневости. И по линии горизонта вверх к небу мы немножечко с вами добавляем розовенька, только чуть-чуть. Немножко можно соединить с верхним цветом, чтобы получился сиреневый. Сиреневый. И совсем капельку ближе к линии. В линии горизонта добавить воду, потому что небо отражается. Лично у меня уже начинает подсыхать бумага, первая заливка в воде. Ближе к песку уже все высохло, поэтому я не могу продолжить следующие слои. Я дам высохнуть всему небу и морю, который мы с вами нарисовали, до конца. Поэтому мы отвлекаемся от этого. Даем высохнуть. Смываем краску с кисточки. Можем взять кисть поменьше. Если у вас лист небольшой, если объекты у вас нарисованы крупными, выбирайте кисточку по удобству для себя. Я беру кисть поменьше. И смачиваю вертикальную часть скал. Всю, даже та, которая вдалеке. Всю вертикальную часть скал аккуратненько обхожу. Там, где он у меня стыкуется с водичкой, не спеша, чтобы не повредить красочный слой. Нахожу у себя на палитре цвет охра. Так как у нас есть закатное освещение, мы чуть-чуть золотиночки добавляем на передний план. А на дальний план нужен какой-нибудь такой оттенок серо-голубой. Найдите у себя черный. Совсем немножко его возьмите. Добавьте туда тот же синий или голубой цвет, который вы использовали в небе и воде. Смешайте их друг с другом. Водичкой проверьте так, что они у нас светлые. Смотрите, после мы сделали небо, потом закрасили море все голубым цветом и розовинку добавили туда и туда. А потом мы смочили всю вертикальную часть скалы. И в данный момент мешаем цвет для того, чтобы ее покрыть. Я беру черную, напоминаю, добавляю тот же синий цвет, который мы использовали в небе. Делаю очень-очень светленький. И начинаю покрывать дальнюю часть. Она против солнца. Видите, цвет светлый. Топ темного у вас не вышло. Не черните. Если сравнить, должно быть чуть темнее, чем до этого у вас было небо. Чтобы легкий контраст проявился. Чтобы они не сливались друг с другом. А вот эта серая чай скалы должна быть чуть темнее в небо. Потому что она против солнышка. Еще раз повторяю. И помним, мы штриховали здесь места у скал, которые должны быть затемнены. Мы этим же цветом их затемняем. Аккуратненько стыкую с охрой. Вот это помним, в золотистой части это охра. Проверьте, чтобы вы во все трещины заливаете этот цвет. Он может немножко растекаться. Пускай. С контурами аккуратно. То потом возвращаться будет неудобно. Получилось неудобно. Вот. Вот. где-то можно охране ножку усилий чтобы чуть-чуть поярче были акценты и оставляем так чувствуете у нас против света потом первый поворот второй поворот третий поворот и четвертый ушел туда чается много таких надломов у скалы и 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 так наметили скалу теперь мы с вами берем смачиваем опять кисточку смываем предыдущий цвет и трогаем на данном этапе ту часть где у нас растет трава на скале так же сначала аккуратненько ее смачиваем обходим медленно небо если она у вас еще блестит если она еще чувствуете что очень мокрая то лучше не соединяйте водой их друг с другом иначе у вас вся зеленая краска потечет в небо оставьте до небольшое пространство в 1-2 миллиметра если уже небо подсохло уже не мокрая можно спокойно стыковать их не боясь что что-то испортится а если у нас вертикальная часть мокрая она скорее всего многих мокрая тут не страшно потому что трава может немножко выползти в них на скалистой местности там это оправдано если трава будет расти в небе это будет странно итак смачивали весь этот кусочек провели еще раз везде кисточкой чтобы равномерный будет слой смачивания и выбираем зеленый оттенок так как у нас легкое закатное состояние яркого чисто зеленого цвета быть не может потому что солнце уже добавляет краснилку в нашу траву и поэтому мы начинаем искать более сложные оттенки найдите у себя сначала зеленый какой-нибудь такой не слишком темный для начала и пробегитесь по верхней части одним цветом пока я покрыла им верхнюю половину пока не слишком темный цвет чистой зеленой краской потом я беру этот же зеленый который использовала и добавляю в него немножко оранжевый почему оранжевый оранжевый добавляясь в зеленый дает такой коричневатый оттенок который оправдан первое это с сочетание с землей второе оранжевый цвет дополнительный цвет к синему если будет здесь все синее то оранжевый кусочек добавит яркости в этот лазурный момент поэтому мы начинаем в наш зеленый чуть-чуть кусочками вводить оранжевый и смешивать их друг с другом на работе как бы небольшими такими точечками мазками начинаем закладывать два цвета друг с другом не спеша поднимаемся вверх и по нашему зеленому можно сделать тем же зеленым потемнее погуще его набрать носки чтоб получился такой не однородный слой по желанию можно так чуть-чуть так как у нас солнышко немножечко вовнедрять тот же оранжевый цвет если у вас зеленый недостаточно темный добавляйте в него немножечко черной краски и 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 зарабатываем большие там выступы так хорошо ну вот у нас уже солнце начинает играть в траве так как у нас далеко находится наш объект у нас никаких там прорисовок мы не пытаемся там каждую травину найти в ней еще цветочек и какую-нибудь коровку мы делаем это экспрессивно мазками представьте что вы действительно сейчас сидите на пленэре на воздухе и вам нужно сделать набросок того что вы видите перед собой к примеру там где-то на скале вдалеке может какой-нибудь не знаю это дерево вырасти вдалеке небольшой выпуклости добавить великой линии деревьев такая против света она она будет самой темной тем самым будет немножко поинтереснее ландшафт и так вот трава она сделана набрано на ней есть и темные места и светлые цвета света поэтому и взял такую игру света тени проработали солнышко ближе к нам все более светлые золотистые дальше от нас все более темная пока наша трава высыхает с деревьями мы опустимся к последнему не тронутому кусочку это песок хорошо промываем от зеленой краски кисточку и водичка начинаем смачивать песок смачиваем песок песок имеет такой сложный цвет нам нужно найти что-то между серым и таким телесно-розоватым потому что серые оттенки будут отвечать за теневую часть серо-розоватые за цветовую часть со скалой они не должны сливаться у меня есть телесные и розоватые я могла бы их использовать у многих скорее всего его нет поэтому как его намешать мы берем наш любимый охрана всегда есть у всех и в нее добавляем какой-нибудь из красных лучше похолодней красный который порозовей похолодней будет поинтереснее у вас должен такой цвет получиться даже не знаю как его описать сейчас как-нибудь его опишу для вас ну не знает можем персиковым его можно назвать если был белила было бы понежнее но акварели белую краску мы не используем поэтому делаем его просто очень-очень светло и начинаем им покрывать песочек и киса сравнивать со скалой цвет более оранжеватый к примеру я вам покажу сейчас на будущее можно покупать неаполитанскую акварели но у нее есть маленький нюанс в том что в ней уже добавлено белила и бывает это не очень хорошо потому что если вы работаете многослойной живописью на про сейчас у нас алиприма у нас будет мало слоев мы стараемся больше успеть пока у нас влажный лист многослойная живопись это лисировки это когда много много слоев когда они подсыхают накладываются друг на друга и те краски которые имеют внутри в составе белый пигмент делают матовой акварели тем самым она теряет в с каждым слоем будет терять свою прозрачность поэтому если вы покупаете себе такие краски то а всегда подумайте в каких целях вы будете использовать для какой задачи например если это этюд это для упрощения эти от цветочь один в один вот я тот который набрала из кару из кюветки и тот который я мешала сама они одинаковые получается но один будет более прозрачный другой более пепельный вот покрыли весь песочек и можно неравномерно где-то там поменьше краски положить где-то посветлее чтобы у вас не получилась такая чтобы как забор все закрасили и добавляем легкую серость помните мы с вами намешали серо-голубой для скалы вам нужен точно такой же цвет возможно остался на палитре если не осталось то это был черный плюс тот цвет синий который вы использовали в небе и в него я попрошу добавить какой-нибудь розоватый оттенок фиолетоватый розоватый какой у вас есть любой подойдет с розовым пигментом вот здесь у меня все бордовые шиолетовые если у меня все красные с оранжевыми и есть какие-то экзотические цвета так их назову сегодня которые я покупаю специально для поездок у меня в данной ситуации полимерный мой набор где все цвета на случай жизни потому что никогда не знаю что ты будешь рисовать поэтому меня есть и какие-то краски яркие белильные к примеру там несколько голубых бирюзовые но они сейчас перемещают белого пигмента эти же все цвета я могу намешать из стандартного набора то все остальные краски это стандартный акварельный набор невской палитры я рисую белыми ночами все знают это наша русская фирма и в принципе вот эти дополнительные цвета тоже в данной коробочке из невской палитры просто куплены отдельно в тюбиках в таких тюбиках я их покупаю и выдавливаю себе для того чтобы был минимальный расход очень экономично получается и удобно хранить и так возвращаемся к песку вы его должны были покрыть золотистым цветом и сейчас должны взять на кисточку вот это серо-голубой цвет который мы покрывали нашу скалу и добавить туда в него маленькую розовиночку цвет получит такой сиреневый сиренево грязненький такой немножечко сероватый и начинаем от скалы на песок вводить тень так как песок у нас может быть мокрым мы аккуратненько двигаемся по тем линиям которые у нас были обозначены и немножко от воды дергаем потому что вода смочила песок он должен приобрести легкий серый оттенок советую сейчас песок немножечко набирать потону не совсем делать его светлым потому что воду мы сейчас еще вместе с вами будем дописывать мы будем добавлять все оттенки лазурные и усиливать тени от скалы чтобы песок на его фоне не казался бледным иначе его придется еще раз переделывать помните у нас сегодня часик поэтому делаем набросок такой этюд в детали сильно не пытаетесь уходить работать широкими мозгами передавать состояние от скалы помню у нас раз поворот а где поворот тоже должна быть тень ближе к скале делаем немножко все темнее там тень больше на нас тень меньше помните в начале эфира говорю про воздушную перспективу есть линейная это то что связано с архитектурой с дизайном есть воздушная то что связано с близко далеко в природе к примеру то что ближе к вам всегда нажимать более точно прорисовано чем то что от вас то что от вас все стыки они должны быть как бы в дымке состояние такого легкого тумана плюс приобретайте по классике какой-то голубоватый оттенок сероватый может быть немножко сереневатый но какое то вот что то между ними ближе к вам все должно становиться более четким более ярким и более прорисованным тем самым у вас получается воздушная перспектива то что ближе к вам вы видите хорошо то что далеко от вас вы видите уже не так четко если будет у вас прорисован и передний план и задний план то получится у вас выберут этой картинка не реалистично и вот мы сделали песок может маленькие детальки потом добавим посмотрим будем ли успевать и нам нужно вернуться к воде небо мы не трогаем возвращаемся только к воде можно взять кисть побольше для того чтобы смочить воду песок можно коснуться если немножко плывет пускай будет взаимосвязь вот эти касается немножечко у меня плывет свет сверху напоминаю что смачиваем только водичку до линии горизонта до стыка с небом и про дырочку внутри скалы не забываем там тоже вода так намочили и начинаем набирать цвета если у вас не совсем детский набор шестью цветами то у вас точно должен быть изумрудный цвет или он еще бывает называется сине-зеленый сейчас покажу сейчас покажу его у себя он вот такой как зеленка есть такой цвет как зеленочка мы берем его он будет отвечать за бирюзовость и начинаем ближе к скале где она соединяется с песком набирать в этом месте воду и двигаться вдоль песочка и темнем немножечко красочка начинает соединяться с песком такими как 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 будто ползет по волокнам это хорошо в данной ситуации пускай будет более живописно и от песка я потихонечку горизонтальные движения по смоченной бумаге начинаю растягивать краску в правую сторону так как у нас здесь у скалы дырочка мы такое же делаем просто это в воде но не закрашивайте и берем синий синий так как у вас лето нужно взять правильный всегда в стандартной палитре есть два синих один голубая голубая фц вот такой вот он а второй ультрамарин посмотрите разницу разница в том что вот этот цвет он отвечает за более летние цвета а ультрамарин он отвечает за более зимние цвета поэтому нам ультрамарин сегодня не подойдет берем именно голубую фц цвет который имеет в себе примесь зеленоватой краски и еще раз проходимся по теням со вторым цветом внутрь добавляем где-то идем на сужение и снова на расширение а как телефон ярко передает и снова вот 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 Так. Смотрите, такая ситуация. Я увлеклась правым ваном, и у меня немножко вот это пространство затекло. Я мою кисточку, хорошенько ее об тряпочку отжимаю и сухой кисточкой просто убираю краску. Тем самым снова сейчас верну свет в это место. Как бы смывая немножко, но главное, чтобы кисть была сухой. Если нальете туда еще больше воды, то все еще сильнее растечется у вас. Так. 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 Вода у вас должна получиться за скалой ближе к небу. Она светлая, практически сливается у нас с небом. Видите, не особо отличается один тон от другого. И ниже вода затемняется ниже, и особенно она затемняется в сторону скалы, так как от скалы, вот я себе кисточку положу, в эту часть солнышко не попадает. И здесь получается теневая зона. Работали мы здесь на затемнение двумя оттенками. Это был такой цвет похож на зеленку, он называется изумрудный, либо бывает синяя-голубая, они чем-то похожи между собой. И для более-большей сочности мы добавляли голубую. Голубую ФЦ, такое название у краски это темно-синий цвет. Чуть-чуть ближе к скале, только ближе к скале можно немножечко добавить черненького, немножечко. С черной вообще всегда нужно быть аккуратным, он обычно в акварели убивает всю нежность. И оставшееся время мы сейчас с вами немножко подетализируем скалу, она пока скучненькая такая, на ней есть только легкая светотень. Например, у меня краска провалилась с бумагой, я сегодня рисую на целлюлозе. Кто-то уже из вас наверняка знает отличие хлопковой бумаги от целлюлоза. Кто не знает, напишите мне, если вам интересно, я сделаю посты о том, в чем отличие хлопковой бумаги от целлюлозной, в чем отличие фактуры бумаги, потому что бывают гладкие, бывают такие бугристые листочки. Я вам расскажу преимущества этой бумаги и какую лучше покупать. Вот, возвращаемся к скале. У меня красочка немножечко провалилась, если посмотреть, она высветлилась, когда она была мокрая, она была темнее, сейчас высветлилась и немножко не хватает контраста. Я этот контраст хочу усилить. Я предварительно смачивать лист сильно не буду, я просто чуть-чуть вот так вот провожу туда-сюда и этого достаточно. Беру тот же цвет, который мешал до этого, это у меня был синий, которым я делала небо, и черный. Но делаю чуть-чуть, теперь его темнее, чем он был раньше. И начинаем работать на затемнение. Когда мы переходим к деталям, кисть большую брать не нужно, иначе ей можно сделать больше, чем хотелось бы. Если вдруг есть кто-то, кто не успевает, не переживайте, я сохраню прямой эфир. У нас еще будет время все потихонечко дорисовать, даже повторить не спеша. Где-то оставляю небольшие кусочки, как бы просветы, так как она у нас не идеальная такая стена, как у здания. А то мы имеем всякие разные выпуклости, бугристости, поэтому я их где-то оставляю небольшие. Можно даже так вот тереть немножечко кисточкой, если у вас бумага имеет пупырышки, будет интересный эффект. И так как камень при намокании тоже темнеет, поэтому нужно, где у нас водичкой соединяется, сделать потемнее. Как бы к низу потемнее немножко. Когда переходите к переднему плану, здесь аккуратно можете затемнить только повороты. А светлую часть не трогайте, иначе пропадет свет в картине. Также вам напоминаю, что у нас будет в субботу еще один прямой эфир. Теперь мы с вами будем рисовать ботаническую иллюстрацию, порисуем цветы, готовьте материалы, задавайте вопросы. Может быть вам каких-то красок, там чего-то не хватает, я посоветую где купить и что купить. И смотрите, мы нарисовали в принципе основные задачи, дальше уже идет декоративность. Когда вы по цвету все заложили, по тону все заложили, дальше идет детализация. Когда в ход идет уже наша самая маленькая кисточка, она чаще всего выполнена из синтетики с очень острым кончиком, чтобы ей удобно было делать маленькие детальки. И внедрить вы можете, что хотите. К примеру, отвлекитесь, посмотрите, у нас осталось 2 минутки до конца эфира. Посмотрите, как можно затетализировать вашу картинку. К примеру, помните про любимую мою белую гуашку? Я ее в замесы никогда не добавляю, в акварели так делать нельзя. И можно добавить какой-то акцент сверху. Возможно, у меня какая-нибудь яхточка плывет. Я добавляю где-нибудь вдалеке маленький белый парус. Добавляю белый парус и серым цветом подвожу маленькую часть самого судна. И так как он плывет, от него даже маленький, как это правильно там называется, след на воде. Я буду дождать сегодня все ваши работы или завтра, когда вы дорисуете их. Присылайте в чат, отмечайте меня на своих страничках, что мы рисовали вместе. Мне очень интересно, что у вас получилось. Также, напоминаю, присоединяйтесь ко мне в субботу на ботаническую иллюстрацию. Будет весело и полезно. Смотрите, можно поставить блики на воде, так как у нас сквозь какие-то пространства свет более ярко попадает. Можно горизонтальными движениями внедрять блики на воде. Можно намечать, к примеру, как пена бьется от песок. Тем самым в вашей картине будет больше жизни. Она становится с кем-то маленькими изюминками, на которые интересно смотреть. Например, у меня будет две волны набегать другую. А более темными цветами, к примеру, серыми или серо-коричневыми, мы можем нарисовать какую-то фактуру на нашей скале. Главное по форме. Там у нас горизонтальные движения, здесь у нас, если посмотрите, диагональные идут линии. Поэтому... Продолжение следует...